В одной из самых любимых книг нескольких поколений «Золотом теленке» Остап Бендер прислал Корейко книгу «Акулы капитализма», красным карандашом в ней были подчеркнуты слова «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». Как становятся миллиардерами в современной России? Давайте рассмотрим пример миллиардера Галицкого. Он начал с торговли продуктами в Краснодаре и впитав опыт таких сетей, как Азда, Лидл и прочих жестких дискаунтеров, он организовал маленькую сеть по продаже продуктов очень простым способом, очень дешево, с тусклой лампочкой на поддонах, с одним продавцом, самым недорогим, не на самом проходном месте. И они стали очень популярными. Сеть назвалась «Магнит». В 2006 году, когда про них еще знал только какой-то узкопрофессиональный рынок, я выступая, я уже был тогда вроде как большой розничный торговец, выступая на Лондонском форуме, я сказал, что все, кто вложит в эту сеть какие-то деньги, они просто разбогатеют, разбогатеют очень здорово. И в итоге в российском списке Forbes в десятке единственный розничный продавец, у которого магазинов больше, чем у Walmart, по количеству, но они, понятно, что меньше. И он продолжает развиваться, и на самом деле все передряги, все проблемы, курсовые разницы и прочее, они не столь важны. Мне был очень интересен, я приехал в 2006 или 2007 году просто познакомиться с ним, попить кофе в Краснодаре. И он говорит, я контролирую сеть свою по некоторым ключевым индикаторам через молочку. Я смотрю, как продается молочка. Он сам написал программу по контролю и занимается куплей и продажей. Ничего больше. Это предельно честный, предельно честный бизнес, предельно честный человек. И он мультимиллиардер. То есть, если бы сейчас не было бы ситуации, при которой все российские компании очень сильно обесценены, из-за курсовой разницы и из-за войны, из-за общего недоверия к России, из-за действий Путина, его состояние было бы далеко за 10 миллиардов.